Следом идет Canon 700-ый, да. Ребят, всем привет, всем привет, всем. Сегодня в хижине музыканта ни разбор, ни кавер. Сегодня у нас чуть-чуть другая тема. Будем обозревать три фотоаппарата, но все это связано с музыкой. Не волнуйтесь, не переключайтесь, с вами Раиль Арсланов. И сегодня я хочу поставить точки над «и» при выборе камеры для каверщика, который будет снимать ролики для ютуба. Давайте все разъясню. Сегодня у меня в руке оказалось аж целых три Canon 60D, 550D и 700D. Вэу-вэу-вэу, такое бывает редко. И так, что я решил снять обзор всех этих трех камер, но не с точки зрения опытного фотографа или видеографа, хотя видеографом уже работаю так довольно много в домашних условиях. Хочу снять тест встроенного микрофона на каждом из этих Canon. На ютубе нет таких роликов, где тестировался бы встроенный микрофон на тот или иной Canon. А для каверщика и для блогера это очень-очень важно, ребята. Потому что, ребята, бывает на улице я иду и снимаю влог, там болтаю, и там уже никакая пиктычка не нужна, то есть ее даже неудобно прицепить, потому что это бывает резко. Там увидел прикольный момент, там машина въехала в кого-то, взял, отснял, например. Или мысль пришла, тут же достал камеру и снимать начинаешь. Ребята, сегодня хочу поделиться чисто своим мнением, не хочу вас грузить технической стороной всех этих Canon, фотоаппаратов, с научной точки зрения, с профессиональной. Просто, друзья, возьму и как музыкант-кальщик, который в режиме онлайна, сейчас прямо перед вами, протестирует все эти камеры и поделится своим мнением. Ребята, сегодня чуть-чуть приболел, нос немножечко заложен, но сегодня песню попоем, протестировать же камеры нужно. Итак, поехали! Камера для камерщика, который решил снимать ролики на YouTube. Первым делом, ребята, покупаем зеркальную камеру, обязательно, а не такую специализированную камеру от Sony, например, ручную, которую, конечно, хорошо взять в путешествии или в дорогу, но для YouTube уже проверенный вариант, картинка будет сочная, вкусная, берем зеркальную камеру. Кстати, да, ребята, скажу, для теста взял три одинаковых объектива у всех этих трех камер, несмотря на то, что у них разная может матрица. Все они имеют объектив 18-55 мм и с диафрагмой, если не ошибаюсь, 3.5-5.6. Только вот на Canon 60 у меня стоит Tamron, а не Canon китовый, и у него 3.5-6.3 диафрагма. Правильно сказал? Нет? Технически. Пошел тест камер всех трех. 700D, 550D, 60D. Тестируем звук всех этих камер. Просто сейчас беру гитару, исполняю песню, и постепенно меняю экраны, чтобы вы послушали, как записывает встроенный микрофон на том или ином Canon. Интересно, ребята? Поехали. Буду исполнять сейчас свою авторскую песню. Называется она «Я научился летать. Про любовь». Где-то пятая песня когда-то была написана в 2011 году, что ли, если не ошибаюсь. Сочное утро сила маминых слов Пробудит снова нас от бессмысленных снов. День покажет дорогу и расскажет о том, Что же все-таки со мною приключить за потом. А мне все равно, ведь я научился летать. Если вот я все тратить, влюбился я влюблядь. А мне все равно, ведь я научился летать. И если вот я все тратить, влюбился я влюблядь. И если вот я все тратить, влюбился я влюбился. И если вот я все тратить, влюбился я влюбил, а лучом. Я сегодня счастлив, мне все нипочем. Не волнуют проблемы, я на миг все забыл, Потому что сегодня я девчонку полюбил. А мне все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился я влюблядь. А мне все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился я влюблядь. Ребята, ну вот вы и сами убедились сейчас, что звучит лучше. Конечно, в наушниках надо было это все слушать. Явно на первое место встает 550, то есть моя первая камера. Очень много низких частот. Прямо жирно, вкусно так звучит. Средний и высокий тоже имеются. Диапазон звука очень хороший. Но благодаря тому, что есть низкие звуки хорошие, Все эти басовые струны на гитаре очень хорошо слышны. На втором месте остается 700D. Несмотря на то, что у этой камеры есть два микрофона, Аж сверху поставлены. А у 550 он находится сбоку. Она все-таки не заняла первое место. Я про 700D. Но второе место тоже очень неплохое занимает. Но чуть-чуть, конечно, есть один момент, То, что низкие частоты чуть-чуть срезаны. Но чуть-чуть он такой плоский, как будто бы вычищенный, что ли. На третьем месте, конечно же, Canon 60D. Не знаю, звук совсем не понравился. Конечно, в этой камере есть настройки звука даже, ребята. Прикиньте, шкалу можно открыть. Настроить уровень громкости микрофона. Вот какие тут фишечки есть. И даже есть шумодав, прикиньте, на 60D. Можно включить. Но если вы включите, ваш звук будет тише. Звуков будет меньше, конечно. На 700D и 550 такой функции нет. Для речи это очень хорошо. То есть без петлички можно говорить на камеру. Шумы будут обрезаться. А 550 самый шумный получается в этом случае. С 700D тоже. Но из-за того, что вот он имеет шумодав. И если поставить авто настройку звука, То звук будет вообще дурацкий. Я пробовал. Очень тихий. Шума нет. Басов нет. Только средние и высокие частоты на 60D. Вот такое вот звучание получается. Очень плохо. Как будто бы вот, говорю же, отрезали низкие частоты и все. Так нельзя. Кавер не должны так звучать. Но потом я включил ручную настройку. Там поднял уровень громкости повыше. Убрал шумодав. И практически то же самое стало, как на этих камерах. Но не то же самое, ребята. По уровню стало так же, но басовость пропала. Поэтому не советую для каверов брать этот Canon. Его можно использовать как для фотографий, для фотосъемок точнее. Для речи можете, но не для пения и не для каверов. Это 100%. 700D очень светло снимает, ребята. Заметили, да? Высветляет, несмотря на то, что на всех трех стоит одна и та же настройка. Но по звуку для каверов и для спичей вашего берите 550. Просто, как я сделаю, я сейчас буду покупать для него блинчик, фиксовый объектив такой. 24 мм посоветовали. Canon EF 24 мм. Диафрагма F2.8. Если правильно сказал. Этот объектив поставить и вообще все будет шикарно. Качество картинки будет шикарно. Сейчас у всех трех картинка практически одинаковая. Canon 60D только чуть-чуть потемнее снимает, чем 700D. 550 тоже довольно так темноватенько. Ребята, с 2012 года имею камеру Canon 550D, на которой уже снял более 500 роликов. Вау! Поднял хижину, поднял основной канал, так скажем. По звуку мне очень-очень нравится эта камера, потому что, друзья, она записывает просто клёво. Практически студина даже, можно сказать. Несмотря на то, что они все пишут типа стерео. Дублирует один канал. Что хотел сказать. Вы частенько пишите. Раиль, откуда такой хороший звук? В камерах. Ребята, закрываем помещение, выгоняем всех из дома. Чтобы вот такая вот тишина была. Чисто компьютер чуть-чуть гудит. Если его выключить, то будет еще лучше. Там сейчас монтируется M-Band и выносимое. Скоро вы его уже увидите. И все, друзья. Садитесь. Тишина. И записывайте. Дальше уже дело рук камер. Вот Canon 550D записывает звук таким образом, как вы слышали на всех моих камерах. Ребята, и немножко вот ручной обзор. Давайте полапаем. Вот вам 60D. Вот вам 700D. У обоих есть поворотный экран, что очень важно для камерщика, чтобы он видел себя. Правильно ли он снимается сейчас. Поворачивает и видит себя. И спокойно снимает. А у меня бывало, я снимаю себя, а потом смотрю, у меня там фокусировка плохая. То есть я нормально не вышел. А вот когда есть экран, это очень круто. На этих двух фотоаппаратах они есть. Даже на 700D он сенсорный. Несмотря на то, что в 60D более такой профессиональный сегмент. Но он вышел раньше. Поэтому в 700D в этом плане покруче. Сенсорный экран. У этого не сенсорный. То есть не нажимается. Но по экрану S это уже хорошо. Что еще хочу сказать по поводу этих двух камер. Несмотря на то, что опять-таки 60D другой сегмент, более профессиональный. Смотрите. Он такой еще тяжелее, чем эти два. На Canon 550 сейчас снимаю. Есть автофокусировка на Canon 700D. Что очень-очень круто. Но он фокусируется довольно медленно. Поэтому объектив лучше взять тот, который я вам сказал. И у вас фокусировка будет проходить очень быстро. Кнопки все совпадают практически с 550D и 700D. Чисто здесь такой более шероховатый стал, чтобы держать было удобнее. Объектив простой уж, китовый. Здесь там рон. Но объектив такой же. Здесь тоже шероховатый. А 550D более такой игрушечный в руках. Ну и все. Особо таких различий я не вижу. Внутри только в настройках. Конечно, матрица больше у 60D, что очень круто. Вот здесь регулировка находится. И она блокируется. Нужно нажимать и крутить. В данном случае. А на остальных вы сами знаете, что он вот здесь находится. Вот здесь находится сверху. Кнопка видео здесь. По сути, ничего такого сверхъестественного нет. Поэтому, если хотите кавер снимать, влоги снимать, берите 700D или 550D. Просто ставьте хороший объектив и снимайте на здоровье. Все будет круто, на мой взгляд, что я и сделаю. Продолжение следует...